здравствуйте меня зовут кириллова лариса сергеевна и сегодня мы с вами узнаем о чем нам может рассказать трудовой кодекс российской федерации на днях ко мне обратился мой знакомый максим недавно он закончил университет и решил впервые начать работать но к сожалению он стал он столкнулся с некоторыми сложностями ему понадобилась моя юридическая консультация давайте вместе рассмотрим какие же проблемы были у максима и попробуем их решить история первая максим проходил собеседование несколько раз в первой компании ему отказали потому что у него не было опыта работы и потому что не было регистрации в соответствующем субъекте для ответа на вопрос обратимся к статье 64 трудового кодекса российской федерации в соответствии с ней запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора отказ считается обоснованным если он не связан с деловыми качествами работника под деловыми качествами работника понимается совокупность его профессионально квалификационных и личностных качеств которые необходимы работнику для выполнения соответствующей работы отсюда наличие опыта работа является деловым качеством им и лицу ищущими работу можно отказать в приеме если у него этого опыта нет что же касается отсутствие регистрации в субъекте то как отметил пленум верховного суда отказ под такой причине является незаконным если работник считает что ему отказали незаконно в приеме на работу он может обжаловать подобное отказ судебном порядке для этого он может запросить у работодателя соответствующий мотивированный писемный ответ с указанием причины отказа такой ответ должен быть предоставлен работнику в течение семи рабочих дней история номер два во второй компании максиму предложили пройти испытание продолжительностью четыре месяца а уже после этого с ним бы оформили соответствующие право отношения обратимся к статье 70 не действительно сказано что по соглашению сторон в договоре можно предусмотреть соответствующие условия о прохождении работникам испытательного срока испытание является дополнительным условием и устанавливается в целях проверки работника поручаемой ему работе однако в этой же статье установлено ограничение для испытательного срока самое главное ограничение связано со временем срок испытания не может превышать по общему правилу трех месяцев отсюда установление испытания продолжительностью четыре месяца является нарушением статьи 70 также нужно учитывать что условия об испытании это условия заключенного договора с работником поэтому практика когда мы сначала проходим испытательный срок а только после этого с нами оформляют соответствующее отношение является незаконной третья история в третьей компании максиму предложили заключить гражданско-правовое соглашение вместо трудового договора а в 4 с ним вообще отказались оформлять какое-либо соглашение статье 15 трудового кодекса сказано что заключение гражданско-правовых договоров фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем не допускается иными словами подменять трудовые отношения гражданско-правовыми отношениями например возникшими на основании договора возмездного оказания услуг отметим что подобные действия не соответствует законодательству если все-таки работник столкнулся с ситуацией когда с ней вместо желаемого трудового договора заключили гражданско-правовой он может применить механизм описаны в статье 19 1 в соответствии с ним допускается признание отношений возникших на основании договора гражданско-правового трудовыми отношениями такое признание может осуществляться в частности судом также нам может понадобиться статья 67 соответствие с ней договор трудовой не оформлены в письменной форме все равно считается заключенным если работник приступил к работе сведом или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя случае фактического допущения работника к работе работодатель обязан оформить соглашение не позднее трех рабочих дней отсюда отсутствие письменного документа не означает что вы не состоите в трудовых отношениях трудовые отношения могут возникнуть со дня когда вы фактически приступили сведом и работодатели по его прямому руководству к исполнению своих трудовых обязанностей следующая история наконец максим нашел подходящее место работы ему обещали зарплату в 40 тысяч рублей только вот ему предложили прописать в договоре размер 18 тысяч остальную часть выдавать на руки посмотрим что нам скажет на это кодекс соответствие со статьей 57 условия о заработной плате действительно является обязательным включение в текст нашего с вами документа при этом в договоре указывается размер ставки или оклада а также перечисляются иные выплаты положенные работнику в соответствии со статьей 135 заработную плату устанавливается работнику в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда в том случае когда заработная плата прописанная в договоре соответствует зарплате которую работник получает на руки именуется выплатой белой заработной платы в ситуациях же когда размер зарплаты зафиксированы в договоре и получаемый работнику на руки отличается свидетельствует о наличии черной зарплаты к сожалению черная зарплата довольно часто встречается в наши с вами действительности также нельзя не отметить что иногда сами работники соглашаются на выплату зарплаты в конверте однако нужно понимать что черная не зафиксированная заработная плата для чего для работника определенные риски это в частности риск невыплаты зарплаты в случае конфликта с работодателем потому что эта сумма нигде не зафиксирована риск не получение отпускных риск получения заниженного пособия при увольнении здесь нужно понимать что отпускные и пособия выходные исчисляются из средней заработной платы работника и работник может рассчитать указанные суммы исходя из того размера который зафиксирован в договоре также еще один риск это риск уменьшенного размера пособий и пенсий также нужно понимать что черную заработную плату бывает крайне сложно доказать в том числе в суде поэтому если вам предлагают подобные механизмы подумайте лишний раз следующая история иногда максим работал сверхурочно а иногда его просили выйти на работу выходной день так как не было сменщика к сожалению такую работу ему никак не компенсировали давайте посмотрим что нам на это скажет кодекс сайте 149 зафиксировано что при выполнении работ в условиях отклоняющихся от стандартных условий работнику производятся соответствующие выплаты статья 152 предусматривает варианты оплаты сверхурочной работы не зафиксировано что сверхурочная работа оплачивается за первые два часа не менее чем в полуторном размере а последующие часы не менее чем двойном размере также сверхурочная работа может быть компенсирована предоставлением работнику дополнительного времени отдыха что касается работы выходной день обратимся к статье 153 не указано что работа выходной или внерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере также по желанию работника работавший выходной или праздничный день ему может быть предоставлен другой день отдыха случае если работник выбрал второй вариант нужно понимать что в этом случае выходной или праздничный день ему оплачиваются в одинарном размере а продоставленный в замену день отдыха оплате подлежать уже не будет через два месяца работы максиму сообщили что его должность будет сокращена но его попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию тоже еще один часто встречающийся случай когда работодатели вместо проведения предусмотренных законодательством процедур которые как правило предусматривают определенные гарантии для работников вынуждают их написать заявление об увольнении по собственному желанию потому что она именно применение этого основания никаких обременений для работодателя не влечет давайте посмотрим опять же что нам про это скажет наш сами кодекс статья восьмидесятая говорит нам об увольнении по собственным желанию в статье восемьдесят первая говорит об увольнений по инициативе работодателя Обращаю внимание, что это две разные статьи, это два разных основания для увольнения работника. Инициатором увольнения по статье 80 может выступать только работник. Поэтому ситуация, когда работодатель принуждает работника написать соответствующее заявление об увольнении, не соответствует законодательству. Если у нас имеет место реальное сокращение штата, то работодатель должен провести все соответствующие процедуры, установленные законом, и предоставить работнику предусмотренные законодательством гарантии. Это в частности 180 статья. При проведении мероприятий по сокращению штата до увольнения работодатель должен предложить работнику иную имеющуюся вакантную должность, если она есть в штатном расписании. Также о предстоящем увольнении по сокращению штата работник должен быть предупрежден работодателем не позднее, чем за два месяца до увольнения по общему правилу. Также не стоит забывать, что при увольнении по сокращению штата работникам положены соответствующие выходные пособия. Но также, как часто встречаются случаи, когда работодатели вынуждают писать заявление об увольнении по собственному, точно так же часто можно встретить примеры, когда работники не решаются защищать свои права и под давлением работодателя пишут соответствующие заявления, лишая тем самым себя процедурных гарантийных инструментов. Здесь нужно понимать, что законность увольнения по собственному желанию оспорить бывает крайне сложно. Тем более, что вынужденность увольнения придется доказывать самому работнику. Поэтому, если вас вынуждают написать заявление об увольнении по собственному желанию, помните, если бы нужно держаться до последнего, отстаивая свои права, либо постараться зафиксировать факт принуждения к написанию подобного заявления. Возможно, подобная фиксация поможет вам в дальнейшем восстановиться на работе. И заключительная история. Максима все-таки уволили по сокращению штата. Только вот при увольнении он не получил положенные ему выплаты. Также он узнал, что ему должны были предложить иные вакантные должности, но этого не сделали. Куда он мог обратиться? Если работник считает, что его незаконно уволили, или считает, что имело место несоблюдение процедуры увольнения, он может оспорить подобное увольнение в судебном порядке. Статья 391 Трудового кодекса Российской Федерации. При обращении в суд следует помнить, что статьей 392 предусмотрены соответствующие сроки. В частности, если спор касается увольнения, то обратиться в суд уволенный работник может в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа или выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. Если указанные сроки, напомню, это месячный срок, пропущены работникам по уважительной причине, то суд может эти сроки восстановить. Также важная гарантия для пострадавших от действий недобросовестных работодателей работников. При обращении в суд с иском по требованию, который вытекает из трудовых отношений, истцы, то есть работники, освобождаются от уплаты соответствующей государственной пошлины и освобождаются от несения судебных расходов. Это, кстати, очень важная гарантия для работников. То есть для них судебное разбирательство может практически не предусматривать несение никаких судебных расходов. Максим, я крайне рада, что ты получил много новой информации. Желаю тебе и желаю вам, уважаемые зрители, хорошей карьеры. Знайте о своих правах и не бойтесь их защищать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова